Разговор о работе Московского областного единого расчетного центра состоялся сегодня в Сергеево-Пасадском офисе. Депутат Госдумы Сергей Пахомов и директор по работе с клиентами Мособл-Ерц Сергей Агеев обозначили болевые точки и наметили перспективы развития. Вопросов много и не только по поводу как удобнее заплатить, но и по поводу качества, цифр в платежках, по поводу обратного контакта. То есть вопросы есть. Это не значит, что Ерц плохо работает. Это значит то, что надо, как сейчас модно говорить, докручивать эту работу до идеальной. С приходом Ерц, конечно, ситуация у нас с платежками, с самыми фактами оплаты, она, кажется, честно наладилась, а самое главное, перестали пропадать деньги жителей, потому что раньше это здесь был чуть ли не олимпийским видом спорта. Мы помним те времена. Но оплатить должно быть удобно, оплатить должно быть понятно. И речь не только о работе непосредственно офисов единого расчетного центра, но и о цифровизации процесса. Возможностью передать показания и оплатить квитанцию онлайн пользуются все больше жителей округа. Наталья Хмара, как многие, летом перебирается на дачу и возвращаться в город, чтобы прийти в офис расчетного центра не с руки. Решила завести себе личный кабинет. Вот по этому вопросу я сегодня обратилась. Сейчас вот сидела в телефоне, мне девочки, вот я взяла талончик, мне девочки объяснили. И я сейчас в данный момент все загрузила и в этот же момент заплатила. Девочки мне объяснили, даже подсказали. Если я своевременно, до 15-го числа оплачиваю данную платежку, то включена в розыгрыш. И вот два месяца подряд у нас есть два выигравших абонента, которые оплатили через личный кабинет и выиграли себе деньги на лицевой счет. Какой срок? Где можно на нашем сайте оплатить квитанцию по карточке, то есть набрав номер лицевого счета и карты. Можно также передать онлайн показания здесь, чтобы не ждать. Также можно у нас сотрудники с удовольствием установить личный кабинет на любой мобильный телефон, если он это позволен. По словам депутата Госдумы Сергея Пахомова, есть идея наладить работу Сергеева Посадского офиса таким образом, чтобы он стал примером для других подмосковных расчетных центров. Этим летом запланировано совещание с федеральным руководством ЕРЦ, ресурсоснабжающими и управляющими компаниями для проработки насущных вопросов. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».